Неутешительная статистика, предоставленная ГИБДД, говорит о том, что большая часть ДТП происходит из-за нарушений правил дорожного движения. За прошедшие выходные сотрудники госавтоинспекции выявили около 7,5 тысяч таких нарушений на дорогах региона. Почти 30 водителей сели за руль нетрезвыми. А вечером в минувшую субботу в Рязани произошло ДТП, в котором погиб ребенок. 18 августа примерно в 19 часов 55 минут в Рязани на улице Зубковой 54-летний рязанец, управляя микроавтобусом «Пежо», по предварительной информации совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнюю девочку. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия уточняются. Еще одна печальная тенденция этого лета заключается в том, что ни одни выходные не обходятся без аварий с участием мотоциклистов. Владельцы двухколесного транспорта колеся по улицам города чаще всего нарушают скоростной режим, который не должен превышать 60 км в час. Из любви к скорости погибли сразу два мотоциклиста. 18 августа примерно в 19 часов 10 минут в Рязани на Аряжском шоссе 25-летний рязанец, управляя мотоциклом «Хонда», по предварительным данным, двигаясь по Аряжскому шоссе со стороны поселка «Строитель», не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и допустил прокидывание мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия. Второе ДТП произошло прямо в центре города. За рулем мотоцикла находился директор Мурминской средней школы. 28-летний Григорий Герасимов. Так сообщают интернет-издания. Видео с места происшествия облетело соцсети. 19 августа в 11.30 на пересечении улиц Горького и Краснорядский мотоцикл столкнулся с машиной ВАЗ-2107. Мотоциклист погиб на месте. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что любое транспортное средство является средством повышенной опасности, особенно это актуально для водителей мотоциклов. Дело в том, что если не брать в расчет защиту, которую используют мотоциклисты, то есть это защита тела, защита головы, каркасом транспортного средства в данной ситуации мотоциклист не защищен. То есть если в автомобиле, когда водитель едет, каркас транспортного средства защищает его от каких-то мелких аварий, то в случае, когда мотоциклист сидит за рулем своего транспортного средства, он ничем не защищен в этой ситуации. Поэтому даже любое дорожно-транспортное происшествие может причинить достаточно серьезный вред самому водителю. Старая добрая истина гласит – тише едешь, дальше будешь. Уже не одно десятилетие подтверждает свою актуальность.